Ом Ти Ви Юэй про Головне. Победим Украину. Осталась неделька. Всё. A few moments later. Внимание, внимание, внимание. Говорит старший экспетчер общества. Граждане, воздушная тревога. Воздушная тревога. Воздушная тревога. Примите меры защиты. Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что три беспилотника атаковали промышленные предприятия топливно-энергетического комплекса Республики. По его данным, первый дрон упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых окон в операторской. Два других дрона упали в промзоне. Хабиров уточнил, что жертв и разрушений нет, предприятия функционируют в штатном режиме. Один из дронов пытался ударить по заводу, но попал в решетку и застрял. РБК Уфа сообщил, что дроны пытались атаковать в том числе завод Башнефть Уфанефтехим. В аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и отправку самолетов для обеспечения безопасности полетов, сообщали в Росавиации. РБК Уфа сообщало, что работа аэропорта ограничена из-за угрозы атаки беспилотников. Вскоре после сообщения Хабирова ограничения в аэропорту сняли. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Да, блин. Из-за атаки сотрудники завода были эвакуированы. Аэропорт Уфы больше часа не принимал и не отправлял рейсы. Город расположен примерно в 1800 километрах от украинской границы. Беспилотник попал в окно жилого многоквартирного дома в Брянске. Около половины второго ночи жители девятиэтажки проснулись из-за оглушительного взрыва, от которого затрясся дом и посыпали стекла. Об этом сообщило близкое к силовикам издание «Шот». Всего, по данным губернатора региона, ночью над областью сбили четыре беспилотных летательных аппарата. Москва и Киев пока не комментировали происходящее. Российские захватчики вывели свои войска из Калининградской области, отправив своих военнослужащих на войну, в том числе в Курскую область. Об этом заявил министр обороны Литвы Лаурина Скащунас на Киевском форуме «Безопасности для молодежи», пишет 1 ноября Укринформ. «Вы слышали о Сувалкском перешейке, который мы считаем очень слабым местом вблизи нашей территории. Мы анализируем присутствие российских войск в Калининграде и видим, что там пусто», сообщил Кащунас. По его словам, причиной является то, что россияне вывели войска из Калининградской области, и теперь они на поле боя в Украине. «Они также сражаются против украинцев в Курской области в России», заявил Кащунас. Это факт. Министр обороны Литвы также акцентировал на связи между борьбой Украины и безопасностью Литвы. Украина, по его словам, в своей борьбе ломает российскую военную машину, вытесняет Россию из других уголков мира, лишает ее возможностей для реализации других угрожающих сценариев. По Сувалкскому перешейку проходит сухопутная граница между Польшей и Литвой протяженностью 104 километра. О существовании здесь границы страны договорились после переговоров в Сувалках, старинный городок в Подляшье на северо-востоке Польши, в 1920 году. После полномасштабного вторжения в Украину, российская пропаганда часто развлекает телезрителей баснями о победном вторжении на территорию НАТО. Сувалкский коридор и изоляция Балтии нередко фигурируют в этих шоу. А сколько у нас все время они вякают про эти Сувалкский коридор? Это так, Лукашенко намекает на Литву и Польшу и переходит к вопросам. Сколько тут километров до России, до Калининградской области от наших границ? Ну вот от того... 42 километра. На прямую сужая. Если по прямой, а если по границе, у кого 90. Практически ничего. Зря они себя так ведут. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов. Ни в Польше, ни в Латвии, нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы. Мне кажется, Украина уже победила. Потому что она разрушила вот эти планы, на которых, собственно, была построена вся философия этой войны. Быстрый, победоносный, подтверждающий величие режима, страны, так сказать, государства, как угодно можно назвать это. Эти планы разрушены абсолютно. И в этом смысле это первое. И второе. Украина была и останется государством. Потому что план был разрушить ее, как государство. И Украина держала победы уже. Что касается длительности процесса СВО, я имел в виду длительность процесса урегулирования. И своим чередом там все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет. Ну, вы видите, это достаточно прозрачно ведет себя Министерство обороны. Потерь в вооруженных силах России нет. Они пытаются бить сегодня по нашим базам, по скоплению войск в тылу. По скоплению запасов материальных средств. Мы видим только буквально последние сутки, когда они пытались нанести удары. И наносили удары в том числе и Хаммерсами. Причем, мы наши посчитали, он уже не на 70 километров летает, а на 145. Ну, там сейчас идет расчет. Там идет расчет уже. Есть решение, что пока предыдущий. Там на грани поражения, там 92 километра. Да, поэтому я скажу, что уже надо понимать, что, видимо, что-то поставили другое. Но здесь тоже надо понимать и три. Им поставят все. Они будут все равно поставлять. Им поставят все. Все. Им поставят все. Это будет бач на 200, на 300 поставят. Самолеты и Абровсы в свое время придут. Все, им дадут все. Все туда придут, либо до конца добить. Я полностью согласен, и к этому надо готовиться. Посмотрим, как, например, может выглядеть сценарий по, собственно, захвату Прибалтики. Наносится массированный российский радиоэлектронный удар. Радары натовские слепнут, ничего не видят. В это время на территории шведского острова Готланд садятся российские военно-транспортные самолеты. Калининградская группировка российской армии и белорусские вооруженные силы перекрывают Сувалковский коридор, соединяются и изолируют НАТО и Польшу от Прибалтийских стран. В Таллине, в Риге, в Вильнюсе вдруг появляются вежливые люди, которых радостно приветствует местное население. А которых не приветствует, оно просто попряталось и закрылась квартира. А Польшу можно поставить на колени за один час конвенциональным оружием, вернув ее в каменный век. 50-60 стратегических объектов могут быть уничтожены за 20 минут. И Польши нет. Там больше ничего не будет. Там не будет водоснабжения, там не будет электричества, там не будет военных баз. Все. Она вернется в каменный век. И для этого не надо вводить войска. То есть, если будут военные действия, России не надо тратить жизни, чтобы танки шли на Варшаву. А что там искать? Ну, что искать, это уже узнаем. Незачем уже. Почему все это происходит? Откуда эта наглая манера разговаривать с позицией собственной исключительности, непогрешимости и все... Прямо сейчас испытывают сложности большие наши граждане, мирные люди, которые эвакуируются из опасных участков. Используют уже вовсю ракеты западные для ударов по нашей территории. Тем не менее, Вашингтон-Пост пытается говорить, что только просят.